Накануне 8 марта глава Люберец Владимир Ружицкий встретился с руководителями и активом женских общественных организаций. Они обсудили патриотические и социальные проекты, которые планируют реализовать на территории городского округа. С идеями представительниц прекрасного пола ознакомилась и наша съемочная группа. 8 марта – это не только концерты и торжественные встречи, но и разговоры за круглым столом. В этом случае объединили два формата. И важные вопросы обсудили, и песни любимых исполнителей послушали. Таких оффлайн-собраний не было давно. За последний год у люберецких женщин накопилось много идей и планов. Большинство из них не удалось реализовать из-за пандемии. Пришло время исправить это. Без мужской поддержки никак, поэтому на встречу пригласили главу Люберец Владимира Ружицкого. В муниципальном управлении, где-то на госслужбе, на предприятиях я вам скажу точно, что справа, что слева – это, как правило, женщины. А что касается структур таких общественных и бизнес-сообщества, ветеранские организации, разного рода общественные организации, то их возглавляют тоже женщины. Я хотел бы вам сказать в очередной раз огромное спасибо, потому что вы являетесь лицом нашей территории. Один из проектов посвящен юбилейной памятной дате – 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Участницы встречи предложили провести конкурс среди школьников на лучшее сочинение «У войны не женское лицо». Смысл этого сочинения, чтобы они либо своих родственников, о своих родственниках рассказали, либо о тех женщинах-героях, которые участвовали в Великой Отечественной войне, мы бы поехали на экскурсию в город Дуговщину Смоленской области. Там находится музей памяти Люберецкой дивизии. Участницы «Круглого стола» обсудили и ряд других тем от бизнеса до благотворительности. В планах у люберецких женщин развитие уже существующих и создание новых социально значимых проектов. Луиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.